И тогда... Вот, да, спасибо. Спасибо всем, что присоединились. Сейчас мы через несколько минут начнем. Сегодня дал бы такой необычный вебинар с точки зрения... Во-первых, у нас поменялась платформа, и мы сегодня будем говорить с приглашенным спикером, который покажет нам много чего интересного. И вот буквально пару минут я сейчас поговорю, и мы начнем. Значит, тема сегодняшнего вебинара — это опыт использования карты ДБ для решения сложных задач. Если вы видели анонс, скорее всего, увидели, да, что карта ДБ — это вообще такой ресурс, который предназначен для визуализации данных на карте. Соответственно, там же были ссылки на наш вебинар предыдущий, где такие были простые примеры. И была ссылка на видеоуроки, где также поэтапно показывал, как сделать что-то простое вместе с этим сервисом. Сегодня же нам покажут, как сделать что-то более сложное, покажут какие-то кейсы, примеры деятельности компании Reelos. И я думаю, что будет интересно. Вот, поэтому... Что еще хочу сказать? Да, так как спикер будет демонстрировать свой экран, у вас сверху есть, ну, вот где чат, над кнопочками участники, да, есть две кнопки — это развернуть во весь экран. То есть просто полноэкранный режим вы можете развернуть, чтобы было видно более четко, что происходит на экране. Единственный минус, что там, в зависимости от интернета, может немножко притормаживать, там, изображение немножко может быть не таким четким, но, в принципе, мы тестировали, все нормально видно, то есть все, что будет происходить на экране компьютера спикера, то есть в браузере, да, также вы все это увидите. Поэтому я думаю, что будет интересно. Я буду смотреть чат, то есть если у вас какие-то есть вопросы, вы можете их задавать в чат. Единственное, что если они какие-то касательно моментов, которые вот рассказывает спикер, то можно будет, наверное, я, наверное, буду озвучивать, чтобы просто не мешать человеку, либо мы это устроим в конце. Ну, посмотрим в зависимости от того, какие будут вопросы. То есть в любом случае вопросы задавайте, пишите в чат. Я думаю, что если какие-то будут интересные замечания, в любом случае, конечно, мы ответим. Сбегая вперед, скажу, что видеозапись будет, она будет потом выложена также. Ну, презентация, в принципе, сегодня, она ничего не значит, потому что в основном это будет демонстрация экрана и то, что происходит в браузере. Поэтому презентация особой ценности не имеет. Так, ладно, я хорошо тогда начну. Ну, и еще раз спасибо. Меня зовут Алексей Ницца. И сегодня тему еще раз озвучу. Это опыт использования карты ДБ для решения сложных задач. Я являюсь венед-редактором и автором видеоуроков в Теплице. Если кто-то не знает, скорее всего, вы уже участвовали в наших предыдущих вебинарах, может быть, нет. В общем, Теплице социальных технологий – это такой общественно-образовательный проект, который несет в себе цель рассказать, в первую очередь, некоммерческим организациям, да, каким-то гражданским активностям, как использовать интернет-технологии для решения своих задач. Но, в принципе, в большинстве своем все эти вот темы, они также, интересно, могут быть и обычным пользователем интернета, да, который также вы можете использовать в своей работе или в своих личных проектах. Также мы проводим различные мероприятия, поэтому если какие-то вопросы по поводу инфопартнерства, вы можете писать также мне. У меня мейл здесь есть, поэтому обращайтесь ко мне напрямую. Также, если у вас есть предложение о том, как сделать какой-то видеоурок, также пишите. И пару слайдов о том, что, да, мы делаем видеоуроки и вебинары. Видеоуроки – это, собственно, есть плейлист на YouTube. В этой презентации ссылки кликабельные. В принципе, наверное, из-за этого ее можно только скачать, да, там буквально несколько слайдов. Это маленькие видео, которые рассказывают о том, как пользоваться каким-то онлайн-сервисом. Также интересно, сейчас порядка, там, будет уже скоро 90, скоро 100, поэтому заходите, смотрите. Также мы записываем наши вебинары, и я выкладываю это также на канал YouTube наш в плейлист. И если вы какие-то вебинары пропустили, вы можете найти и посмотреть. Впоследствии, в принципе, ничего не потеряете. Также можете поделиться со своими друзьями и знакомыми, если вам показалось что-то интересным. И сегодня мы поговорим с руководителем компании Rilas. Вот, собственно, ссылка на их сайт. Вы можете посмотреть, он русскоязычный. Более подробно сейчас расскажет нам спикер. И что же это за спикер? Это Арно Трусе. Это основатель и руководитель компании Rilas. Также есть его почта, если что-то интересное, вы можете ему написать. И я думаю, что я передаю тогда слово вот на этом слайде Арно, и он расскажет, о чем он конкретно расскажет в плане вебинара. И я думаю, что... Арно, меня слышно? Ну, хорошо, пока Арно подключается, я расскажу. В общем, в плане вебинара стоит две части. Да, Арно, я могу передать слово просто тогда, чтобы не повторяться. Я тогда отключаюсь, звук, а вам предоставляю слово. И да, просьба говорить просто помедленнее, да, чтобы просто... Спасибо. Ну, добрый день всем. Как Алексей бы говорил, мы сегодня будем говорить по карту DB, как с ним работать на более интересные задачи. Если кто-то из вас еще так не потестировал систему, сейчас мы откроем сначала вот экран. Экран должен появиться. Значит, если кто-то еще так не тестировал систему, можно на сайт этого, который вы посмотрите, и туда вот конкретно сделать сигнап на этих услугах. Почему так не покажут экраны? Сейчас, вот, появится. Хорошо. Да, он все покажет. Окей, значит, расскажу тогда краткая информация по меня. Значит, я работаю в регион СНГ и России последние 15 лет. И смотрели, в принципе, в этом регионе, что интересно и какие, в принципе, инструменты можно использовать именно здесь, с учетом того, что какие данные доступны вот в России и в странах СНГ, и какие инструменты также вот доступны. Потому что многие решения, которые построены в Западной Бюроке, в США, они работают на совершенно другие методики, другие инструменты, и здесь всегда нужно адаптировать как раз техники на то, что мы можем найти. Бакграунд – это у меня есть вот география, там географику образования, и очень последние лет, 15-20, это очень много работы по маркетингу, и часто это вот геомаркетинг в разных компаниях. Рирос создали это лет 5 назад, это вот для цели – это предоставить ритейлеру в России и в странах СНГ инструменты для того, что они могли лучше работать по отношению к развитию, по отношению к маркетингу. Вот кратко по компании. Значит, по карту DB, вот вы уже видели, вот те, которые конкретно уже смотрели вот систему, если не успели, тогда вот сможете конкретно вот тестировать здесь бесплатный план, и я расскажу там чуть пократче по плану, который касается платный план и план Enterprise, который доступен также вот здесь, это у конкретного сайта карту DB, и у нас на сайте ReloS уже план, который можно здесь на рубли приобрести. Значит, здесь эти планы, они интересны вот для того, чтобы работать на… Первый пункт – это на размеры. Когда мы говорим, что мы работаем с какие-то вот первые 1, 2, 3, 4 файла, по размеру это вот 10, 15, 20 мегабайтов, это в принципе любой план бесплатно подходит. Дальше, когда речь идет о построении конкретной аппликейшн, которая будет использовать весь мир или вот конкретнее вот количество пользователей, тогда вот необходимо, конечно, вот создать базы зданий, их более плотные, и эти базы зданий необходима как бы ресурс. Поэтому разные планы – это рассчитается в первую очередь по отношению к размерам, сколько входит этот размер, это по мегабайте, по гигабайте, это в базах зданий. Дальше идет эта информация, базируется на конкретность, сколько, какая скорость доступна для доступа к системе. Потому что на план, который здесь идет, это Enterprise, мы можем это предоставить уже для пользователя, конкретнее своих ресурсов, свои как бы там hardware, чтобы это ускорить процессом использования вот этой информации. Следующий элемент – это связано с безопасностью. Безопасность – это по данным, потому что это данные, которые находятся в клаудах, есть системы карто-дб, но для некоторых наших клиентов, для некоторых наших пользователей есть смысл установить сам карто-дб внутри периметра компании и за фаерволом. Тогда есть тоже возможность установить полностью комплект карто-дб, он прямой, значит, это у вас, за ваш сервер, и это уже не будет типичные клаудовские решения. Пользователь тоже Enterprise – это есть возможность работать по мультипользователям здесь. Здесь можно подключить от трех, это до пяти, до сто пользователей, и между ними обменять эту информацию, доступ для конкретных пользователей. Конкретный вот слой информации может доступить только один или два или пять пользователей, кто может читать, кто можно читать и редактировать. Здесь как раз можно пользоваться очень гибко по отношению к вопросу безопасности. И последний пункт по Enterprise – то, что можно защищаться и слои данных, и также визуализация вот карты. Можно передать доступ только конкретный пользователь под паролем и защищать как раз этот доступ информации, которую вы создаете, и что пользователь это можно как раз уже получить. Значит, примеры. Я вот сейчас расскажу некоторые примеры по простей, как бы, визуализации, которые были сделаны на базе мультислоя. Сейчас нужно появиться на экране новые визуализации. Подождем чуть-чуть. Пока не появится. Вот. Значит, это визуализация, которая здесь, где включили, тут три слои. Первый слой, который наверху видно, это полигоны, которые микрозоны по городу Москвы, допустим, это в разделе, это третье кольцо. Второй слой, который установили, который вот здесь зеленая точка, это конкретные вот террасы, которые по размеру, самые большие террасы, это по прошлому году данных из города Москвы, МОЗДАТА, вот информация. И третий слой информации по ресторану, который более, самый более популярный, будет в июне прошлого года. Три разные слои, которые можно управляться, и в которые можно, в принципе, дать доступ уже к пользователю на использование, чтобы что-то рассказать или что-то создать. Типичный тоже проект, который недавно так сделали, это данных также из открытий данных по городу Москвы, это все кафе, рестораны, магазины, у которых есть лицензия на продажу алкоголя, в данных официальных также. И для каждого из них мы построили информацию, которые вот разные мультислои, тут визуализация, базируется на район города Москвы, допустим, на клюстеризацию информации здесь, это вот на сколько находятся объектов в каждом зоне, допустим, и также торговые, которые вот до этого предыдущего семинара видели, как по отношению к разным временам, когда закончить лицензию на алкоголь на каждое из этих заведений. Так что здесь можно как раз управляться, здесь много слоев как бы там для визуализации, и побольше план у вас, и побольше у вас возможно, подключить это конкретнее количество слоев. Это вот реализация, которой здесь не нуждаются, никакие навыки в кодах, никакие как бы там специальные как бы там навыки здесь. Я покажу вот другие примеры, которые здесь более интересны, которые вот базируются на, это первые, которые сейчас появятся, это реализация вот компании Illustrator по Лондону. Значит, на базах R2DB, тут построили уже решения, которые интегрируются очень много разных показателей, вот, и которые, в которых можно уже создать решения, которые дают уже пользу их пользователю. вот здесь, допустим, речь об этой системе, это дать возможности вот людей, которые хотят переезжать, это или купить недвижимость в Англии, оценить конкретную вот зону, где находится эта конкретная вот территория, по уровню жизни, по уровню криминальности, по стоимости жилья, по наличию школы рядышком или в наличии вот транспорта вокруг этой вот зоны. Вот. Это все стили, которые есть на сайте, вот на Reelos, можете смотреть, это как раз шинграмотное решение, которое вот использует эту систему, это Cartoon B и Enterprise, потому что здесь огромный массив данных, которые по всей параметре, и нуждаются как раз таки ресурсам. Типичный тоже проект, который здесь по Австралии, это больше связано с экологией. Здесь это... Город это Мельбурн, это построили вот такой аппликейшн, который агрегирует все информации по все дерева города Мельбурна. Здесь можно фильтровать разные как бы показатели с учетом возраста конкретного дерева или выбрать конкретного региона и изучать конкретный регион какие дерева находятся и что с ним можно сделать. Вот. Это тоже все сирты находятся на нашем сайте. Еще интереснее, как бы показатели, вот на доступной вот на системе и на доступ к Enterprise, это данные из компании Twitter. Значит, есть возможность загружаться полностью базу Twitter внутри Cartoon B и каждый месяц по плану получить доступ на 250 тысяч конкретного твиттера на месяц использования. Пример реализации, которые, допустим, здесь мы работали по стивилизации, которые мы сделали вот не так давно, по городам, некоторые города России и Украины, где цели были отображаться, где люди посещают больше торговых центров, по ключевым хэштегам здесь показали, здесь конкретно в течение недели, где большая концентрация людей, которые используют слово TC в разных частях города и вот изучали вот этих параметров на конкретных показателях. Я вам покажу сейчас живой, как работает интеграция данных из Twitter. Сейчас мы сделали некоторые визуализации вот в последние дни по хэштегам, это вот по футбольным темам, здесь, допустим, это были матчи позапрошлой недели вот Dynamo Lackomotive, и как люди здесь цитировали такие информации и как можно это смотреть. Если вернуться к здесь уже системе и дашборда, который... Дашборд для тех, которые еще не смотрели, есть как бы там две основных части. Впервые – это датасеты, это конкретные слои, которые вы загружаете в систему, которые вы создаете или которые вы берете из библиотек, которые находятся здесь. А второй часто – это визуализация мапс, которые создали, вот, разный, как бы, здесь это вот тип визуализации, и которые можно уже передать уже своим коллегам, внешним мирам, амбидироваться на веб-сайт и так далее, и так далее. Вот. Если мы там вернемся к Твиттеру, и нам интересно допустим создать новые датасеты, так что вот Алексей вам показал вот предыдущий вот вебинар, как создать новые файли, вот, которые вот находятся вот у вас в компьютере, либо которые находятся в Google Drive или Dropbox, которые можно синхронизировать. синхронизировать. Если по Твиттеру, здесь очень просто, мы туда занесем систему информации, связанную с какой-нибудь хэштегом. Допустим, можно взять тему, там, библиотека, допустим. Сейчас на русском, чтобы было. Так, библиотека. Можно разные категории поставить и до черех этой категории выбраться. Мы выбираем конкретные вот даты, допустим, вот недели, допустим, информацию. В последней неделе вот какие были хэштеги, базировались на конкретных тагах, и запрос уже мы задаем. Запрос уже идет. Вот, в течение каких-нибудь секунд мы будем получить конкретную информацию по все люди, которые цитировали вот слово библиотека, хэштеги, может быть, любое здесь тематик, которая вам интересна для этого темы. Так, еще импортируется. Ну, пока вот это файл импортируется, покажу примеры, которые вот такой темно, чуть меньше дней, которые утром мы сделали. Значит, вот у нас сейчас вот на экран покажут все информации, которые по каждому твиттеру, кто конкретно твиттер написал, сколько вот фоллоуеров у этого человека, где информацию получили, какой язык использования, какой конкретный город, откуда человека, какой конкретный твиттер, что человек это вот написал. Вот здесь, так что здесь мы говорим, биотека, это может быть использовано как раз на две разные, как бы, лексиконы. Биотека для разработки, биотека для книг. Тут уже можно как раз рассмотреть уже по тематике. Так что очень много информации, которая находится в этих базданиях. Если визуализация этих данных на картах, здесь мы только видим твиттер, которые имеют геолокализацию. Все люди, которые не поставили, вот показатели геолокализации, мы их не видим. Так что это в порядке. Обычно это 2-3% всего массив твит, которые имеют эти параметры. И мы видим этих твит уже на картах. Они, в принципе, здесь по всему миру, но, конечно, больше, потому что мы убрали слово по кириллически. И тогда можно, в принципе, те же геолокализации оставить, кластеризация, как бы, информация, либо конкретные вот разные визуализации с учетом количества, допустим, пользователя. Но это здесь вы уже видели. Это вопрос только о визуализации данных. Так что здесь по тематике это можно любую тематику выбрать, любой хэштег, некоторые хэштеги, и построить для... Вот сейчас уже построили вот новый, который вот в словах биотек в течение как бы там недели. Вот. И здесь по визуализации, то, что интересно на твиттер, что можно по торкам уже выбраться на время, когда были посты поставлены, изучаться, где люди рассказывали по такому показателю или по такому хэштегу, по всему миру. И здесь уже построят уже таких карт, которые говорят, что вот в основном здесь люди говорят об этом здесь или здесь или тут. И уже можно искать в разные места, что укрепленные люди говорят, кто говорит. Это очень интересно для журналиста, когда мы говорим какое-то событие, которое вот произошло вот сейчас, и нам нужно уже следить, как вирально эта информация пойдет. Поэтому здесь на вашей фантазии это можно использовать на любое направление. Вот. По твиттеру, то здесь я закончу. Есть уже много примеров на сайт, которые можно использовать. Сам твиттер компании используют технологии, как что-либо, для своей визуализации, так что вы, может быть, видели много в соцсетях таких динамических карт, они как раз используются такая технология. Вот. И сейчас мы чуть-чуть дальше пойдем по отношению к... Можно я спрошу по поводу твиттера? А вот какое количество данных загружается? То количество, которое существует, например, там, то есть если мы взяли там по ключевому слову библиотека, то есть подгружаются все данные либо какое-то ограничение есть по количеству? Нет. Получается, что все твиттер, у которых есть геолокализация и у которых есть такой хештаг, в том коридоре времени, который мы указывали. Так что здесь больно... То есть ограничение количества нет, да? Да. Здесь у вас, допустим, если вот Enterprise, у вас 250 твиттеров в месяц. Если это прописать терм, допустим, на английском, какое-то слово, которое футбол, допустим, или Real Madrid, может быть, что на один день у вас это все исчезает, как бы. Ну вот здесь, потому что это да. Поэтому здесь обычно лучше это, если в России работать, работать только вот на термин, кириллический, или попробовать сначала вот на какой-то маленький параметр времени, чтобы тестировать количество и дальше уже увлечить этот размер по времени или нет. Вот. А еще вопрос. Да, пожалуйста. А еще вопрос. А эти данные, они как-то обновляются автоматически или это только просто получаются такие вот... Нет, нет. Это обновляется постоянно, потому что мы можем, в принципе, вот выбраться информацией, которые сегодня, только сейчас, допустим. Вот 31-е, только с 12.00, но это уже по времени GMT, так что-то, GreenWitch, и выбрать только те времена, которые нам интересуются. Поэтому здесь это реальное время. Есть, в принципе, поисторически, обычно есть это парамесяц. Видите, что можно... Информацию по последний месяц, две, это загружать далее. Ну, то есть я имею в виду вот, что, допустим, я посмотрел информацию за предыдущую неделю, а если мне нужно сделать то же самое через неделю, то есть я через неделю должен все равно выбирать... Такой же запрос это сделать, и как раз можно сравнить показатели по, допустим, сейчас мы переходим как раз на следующую тему, то есть кей-запросу, чтобы мы визуализировали на карту, конкретно в течение недели, все эти информации, а следующей тематикой, если мы хотим считать, сколько были такие хэштеги в каждом региону по России, прошло неделю, на этой неделе и дальше, это как раз это вот раздел SQL будет показать, как это все, как можно это посчитать. Вот. Хорошо? Окей. Так что мы переходим так на следующий вот этап. это касается вот языка SQL. Вот. Те, которые уже видели вот систему, вы видели, что вот на эдиторе есть как раз разные первые элементы фильтра, которые можно использовать, да, если мы хотим, допустим, по какой-нибудь параметрам, допустим, беру, допустим, люди по региону, которые вот наши, допустим, полевые сотрудники. Вот. Этих людей, как бы, и находятся в разный, как бы, регион, да. Если мы хотим взять только люди, которые находятся именно в каких-то городах, люди, которые находятся только в городах, допустим, Иркутска, тогда можно уже получить конкретный такой список, люди, которые находятся именно в этом зоне, и фильтроваться, это любой база зданий, которые у нас по ключевым словам, либо показатель, допустим, фильтра, который нам интересно будет, по, допустим, количеству визитов, допустим, мы говорим, сколько визит в месяц, и можно фильтровать, здесь у нас отображение количества визит в месяц, уже по левой правой шкале, и можно фильтровать здесь, конкретнее, в серии ресторанов, которые находятся между вот таких 600 визит и больше. Да, ведь еще один фильтр, который мы хотим, здесь только ресторан, который имеет название кафе, допустим, и у нас будет еще как уменьшение, как в раз это вот подсчета. И базируясь на этих две как бы там фильтра, мы можем уже создать новые слои данных, которые можно будет использовать для дальнейших расчетов. так что это самый простой показатель фильтра, это если вот вы не знаете язык SQL, это вот нет, здесь можно будет только выбраться те, по вот этих фильтров, те данные, которые вам интересны для дальнейших исследований. здесь некоторые, допустим, кафе, которые здесь появились. Кафе, допустим, у которых есть конкретные количество визита. Вот. Я вернусь вот на общую визуализацию, которую мы смотрели. Значит, когда у нас цель из общего базы данных, сейчас убираю все эти фильтры, у нас, допустим, берем в случае два, два, берем по-простому сейчас, у нас два слоя. Один слой, который, здесь мы видим, допустим, регионы, это вот по России, по Казахстану, вот, у каждого региона есть, в принципе, информация. по, сейчас покажу, название конкретного региона, вот, и все, да, вот, многие как бы файлы, которые вы можете найти, они информативны, только у них один показатель, название, может быть, там, какие-то информации текстовые, но с ним работа просто, вот, ну, просто визуализация и все. Когда у вас дальше конкретный файл, который точка, допустим, если мы здесь посмотрим, точка, которая здесь, допустим, персональная, это люди, которые, вот, находятся, работают в разные регионы в России, допустим, да, человек здесь, это около 50 в этом базе, и задача следующая, сколько находятся люди в каждом из этих регионов, да, и как можно это, если вы работаете с гизовой систем, там, оргизм, опимфу, панорама, все эти системы, если он просто такой же язык использует SQL, что и посчитать этих систем. Но если у вас нет таких систем, очень просто это сделать внутри, конкретнее, вот, конкретнее, в карту ДВЕР. Я покажу примеры. На счет SQL, это здесь много информации, которые можно найти здесь на, на вот эти информации, на Postgres, SQL и PostGIS, там очень много материала, которые вот объясняют, как это все работает. Много тоже туториалов находятся на сайте Reelos, там есть туториал, который для начинающих, которые на английском, некоторые на русском тоже, так что как работает с SQL, вот, как раз последний здесь этот вот туториал, он как раз объясняет, как это все работает. Я покажу здесь очень простой пример, как начинать с этого. Допустим, у нас два слоя. У нас слои полигона, которые украинский регион, и у нас слои точка. Нам нужно посчитать, сколько находится допустимо в этом регионе. сейчас. Допустим, здесь цель первой это создать в таблице региона новый колонн, который будет называться CountStaff и какой у него там формат, интегреры, допустим, здесь. если мы смотрим сейчас, как выглядит таблица региона, у него геометрия, которая полигональна, ID, какое-нибудь название, дат создания и все. Так что никакой информации здесь, только название. Мы сейчас в этом регионе поставим задание создать новую колонку. Создаем новую колонку, сейчас посмотрим. Вот у нас пока новая колонка еще не появилась. Дальше мы обновляем конкретнее эту новую колонку. мы как раз связаем как бы две таблицы здесь. И эти две таблицы, они будут как раз это посчитанный вопрос, сколько находится в каждом регионе вот этих точках, как первый вопрос. У нас здесь появилась новая колонка каунт став, которой мы запросили создать предыдущие запросы и системы посчитали сколько находятся люди в каждом из этих регионов. Что мы получаем? У нас были предыдущие темкарты, она показывает как бы один цвет для каждого. Сейчас мы можем перерисовать эту конкретную темкарту на клороплета и выбрать по параметрам это допустим каунт став здесь. И тогда мы видим на экране уже новую визуализацию, которая нам даст понимание. Сейчас мы что-то уже вывели. У нас были два файла, просто регион и файл этого точка. Сейчас мы уже видим конкретнее какие регионы больше находятся люди для каждого подсчета людей здесь. И здесь можно добавить информацию в в этом конкретном инфо window добавить информацию по названию количества став, которое здесь видно уже сколько народов. Также и хулвер, который здесь поставит информацию чтобы как только мы пройдем по региону у нас есть такое видение здесь сколько находятся люди в каждом регионе. Здесь очень простое решение что и посчитать количество точков. Сейчас допустим у нас второй слой и убираю слой по ставу. У нас второй слой который касается ресторанов. вот у нас наш регион который здесь были до сих пор и который есть. И нам нужно посчитать сколько ресторанов находится, а если мы смотрим файл ресторанов, у него есть некоторые параметры, которые динамичнее. Здесь допустим параметр сколько посещений, сколько визит в месяц были посчитаны здесь. И этот параметр является как number. Получается, что наша задача сейчас это посчитать не только сколько тот чек, сколько ресторанов, а сколько сумм визита для каждого ресторана. Допустим мы смотрим ресторан, который здесь находится. Как его называется? Вот Гелиос кафе клуба, который находится по адресу Владимирского власта, город Муром, и у него визита в течение ни одного визита. Не очень интересный кафе. Но если мы хотим смотреть на каждого региона суммировать, тогда мы также рассмотрим этот вопрос по SQL. мы будем создать новую колонку, которая будет называться допустим count restaurant. Дальше будем запросом не count, visit. Простите, другой запрос. Ничего, у нас еще будет две колонки. Колонки visit ресторана мы попросим сделать после этого запроса подсчета для этого колонка visit ресторана. Здесь мы суммарно, так что сумму и показатель, который мы хотим введить внутри каждого полигона. Посчитаем запросом. Так что сейчас у нас было в этом базе данных, сейчас я подскажу сколько было ресторанов, чтобы увидеть как быстро это пойдет. Лондин, у нас будет много. Все, посчитано. Я хочу показать сколько у нас было ресторанов в этом базе. Ресторан 154,000, 155,000. Запрос, который мы посчитали, занимается 15 секунд. Сейчас мы смотрим для региона показатели. вот у нас новые колонки появились, визит ресторана, и тут сумма конкретная в каждом регионе, сколько визит на каждого из них. Вернемся на темачки карта, и можно строить для региона новые темкарты по визит ресторана. Будем дать его какой-то другой цвет. вот, и тогда можно смотреть, сейчас появится вот расчет. вот, появится. Значит, здесь у нас как раз нововведение по тематике карта, расчет, который мы сделали здесь. Так что очень простой, как бы для начала язык, он очень простой, для вот первых тип расчета, это слияться, информация, точка, которая в твиттере, база данных, разные точки интереса, open data или ваш данных, или расчет внутренней системы. Вот, на это первое часто мы закончим, будем переходить на второе часто, которое касается именно что мы сделали на базе этого платформы для того, чтобы строить систему GeoMatrix. Немножко истории по системам, значит, систем, как бы, сейчас должен появиться вот экраном, так что все информации на сайте здесь тоже находится, система GeoMatrix, он был создан на такое понимание, что любой расчет, который по геомаркетине идет в ритейл, когда он идет офлайн, это много времени займется, это занимается многих ресурсов, человеческих, финансовых и времени, и это всегда требует, как бы, здесь для организации, которые внутри, это сделается, больший ресурс нужно организовать, а для внешних компаний также много времени и много потратить. Поэтому здесь мы решили, каким образом два года назад думали, как можно ускорить все процессы и как можно создать решение, которое будет SaaS как Service as a Software, который можно предоставить нашим клиентам для того, чтобы они могли сами проводить свои исследования по оценке новых местоположений для открытия магазинов торгового центра, либо для оценки эффективности текущих магазинов торгового центра. Это был вопрос, связанный с чего мы хотели сделать. И год два назад, три назад мы начали смотреть, какие есть технологии на рынке. Были Google Maps Engine, были S3, которые были. То, что касается Bitnay Bowls, основных ключевых это игрок на рынке, но у них сложные, масштабные, большие решения, которые, как всегда, это нужно быть гик, чтобы это использовать, и сложно передать информацию дальше на финальный пользователь, финальные люди, которые принимают решения, поэтому мы начинаем смотреть, что это решение не подходит для нашей задачи. Мы искали более легкие решения по марштабу, и смотрели разные технологии, Mapbox, CartoonDB, и другие, которые обычно американские и европейские решения, и остановились на CartoonDB. Технологии были очень юные тогда, потому что они создали вот эти системы в первых 2011-2012 годах, но мы тогда видели большой потенциал для того, чтобы создать на базу этих систем наших платформ и дальше расти решения вместе с ними. Примерно здесь по генезу это были таким разом, так что мы начинали выработать после выбора уже поставщика где-то с декабря 2013-го года начали первые работы по системе. Сейчас у нас уже есть вторая версия, которая уже появилась в этом году, и работаем сейчас на третьей версии следующей этапа. Значит, здесь система, как мы видели на предыдущие презентации, по карту DB, есть два часта по созданию геоматриксов. Первое, это большие базы зданий, которые необходимы были построить на геопространство. Большие территории России, конечно, не для кого сюрпризы, если мы работали по Лексамбуре, это было намного быстрее решение, но сейчас территория большая, и нам пришлось вначале создать базы данных на демографическую базу данных и социальную экономическую базу данных, на уровень стран, на уровень субъек федерации и дальше на уровень уже более низких инвестиционных делений, это города, район городов, это ПГТ, это район областей и так далее. В каждом из них нужно агрегировать очень много информации. первое, это нужно создать полигональную базу данных по конкретных территориях, дальше это нужно агрегировать информацию из Госкомстат, допустим, чтобы посчитать в каждом регионе население, зарплата и все базовые информации для любой расчета. И также то, что мы видим здесь, например, рестораны, очень много баз данных точных которые точки интереса, точка конкурента допустим, которые для каждого клиента построены, придется эти данные тоже создать из нуля. Так что здесь решение карта Дебиана будет интересно, чтобы расширить пространство в баз данных. Вначале мы взяли планы по 500 мегабайт и в течение полгода года мы дошли до плана Enterprise, чтобы уже в команду работать, уже мультипользователь, да, и чтобы туда вложить больше баз данных, потому что сейчас мы работаем также в Казахстане, мы туда начнем тоже Украину туда заложить систему и будем дальше уже развиваться по другим странам. Поэтому система даст возможность расти по объему данных, которые находятся в систему. Это впервые. Так что какие базы данных туда занесут? Базы данных, которые сами создадим, дальше базы данных партнеров, которые можно загружать в систему. Так что мы видели, как загружать новую информацию. Это может быть информация, загружаем как формат статичный данных, это конкретный файл, который находится наше сервер, мы загружаем. Это может также файл, который находится с инструментом синхронизации, когда наши клиенты имеют свои базы данных, и нам нужно, что между нашей базой и их базой будет синхронизация каждые 15 минут, чтобы всегда были данные актуальные. Это минимально 15 минут, можно час, можно день, но в основном это необходимо синхронизация. Также некоторые наши клиенты, у них данные, которые находятся на RGIS-сервере, и можно таким разом эти данные поставить коннектором между Cartodb и RGIS, чтобы отображаться результат данных на Cartodb. здесь. первый этап создания баз данных. Другие типичные информации, которые построены для систем GeoMatrix, это разные API, которые мы подбирали разным партнером для решения нашей задачи, потому что баз данных это одно, цель построить анализ нахват одного проекта, который в зону минут 30, где нужно посчитать 2 миллиона человек и тысячи разных конкурентов меньше двух минут, это технологии здесь нужно решать, а не только баз данных. Поэтому здесь мы подбирали API разных компаний, и компании, все, которые картографические, так что смотрели и Google, и Leaflet, и Heer, и Яндекс, это компании также DoubleGIS, которые представляют уже своих API для точки интереса. И пришлось интегрироваться много разных инструментов внутри одного системы, чтобы наш пользователь не чувствовал как бы технологической нагрузки здесь, а просто удобный систем для решения своей задачи. Я два слова говорю до того, что начинать видеть, как работать с тем, какие дополнительные языки или навыки нужно будет использовать по карту DB. Здесь это не просто одно визуализация, которую мы посмотрим и можно передать внешнему мире своим коллегам. Допустим, здесь все карты показывали до этого. Это сложное решение, которое необходимо много девелоперов, которые работают, которые юзиоинтерфейс, которые по дизайну, чтобы создать какое-то решение. Здесь базовые навыки, которые необходимы, это Postgres SQL, это PostGIS, так что здесь специалист базы данных, который здесь должен быть включен в проект. Это большое навыки в PHP, Java, HTML, CSS, чтобы работать по дизайну, по интеграции разные биотеки компонентов. Это инструмент типа Grund, Backbone, Mapnik, Node для создания интеграции компонентов между собой. И все навыки по отношению к API картографические, я назвал ключевые, которые типа Google, Yandex, Leaflet, или Here. Поэтому здесь это команд, которые необходимы для создания какие-то аппликейшн, которые показывали допустим иллюстрит или Melbourne, Tree или наш Matrix, это довольно большие инвестиции по времени и по времени. Покажу здесь, как работает система, чтобы у вас было понимание и ведение. Значит, мы говорили до этого, что у нас база данных, которые примерно видели всех работы до этого интерфейс, как бы сейчас только на английском, но скоро оно будет тоже на русском. Здесь это видна информация по как раз все базовые информации связаны с населением зарплаты по каждому из регионов. В каждом из регионов есть там также информация базируется на населении зарплаты на каждого района городов если есть либо на конкретные территории тогда это будет на ПГТ какой-нибудь на города район городов тоже на каждого деления России сейчас у нас базу деления административного и на каждого из них придется собрать информацию по как раз граница обновлять те данные каждый год население зарплаты все собрать и обновить это чтобы наши клиенты всегда работали со свежими данными дальше разные интеграции как бы там показатели если вернемся допустим вот на города Москвы вот интегрировали тоже вот кадастром плана по Росреестру вот сейчас он будет появиться как он быстро вот не всегда Росреест будет работать но сейчас появится если лимитация API и насколько они хорошо работают партнер и насколько у них тоже сервер это совпадает нагрузка которую мы требуем вот здесь цель это для наших пользователей это получить информацию по какие здания находятся в этих конкретных зонах и какие там конкретные здесь спускать вниз какие есть конкретные вот участка свободно и для них какие информации можно получить касается кто владеет этим участком там какого у них там цена какой там размер контра и так далее да ну наша развед сегодня так плохо работает пятница наверное окей значит дальше идет уже разные обознания которые создадим по допустим торговый центр по разные как бы там информация которая необходима для типа ритейлер тип банковский детский магазин и так далее и так далее для каждого из них информация собирается статус объект фотографии если она как бы доступна часто всего это мы используем это в street view для этих информаций допустим для одного объекта можно сразу смотреть какое последнее введение который по street view вот и задачи которые решат сейчас мы просто видели вот план визуализации задачи которые решаем они связаны с анализом конкретного пространства допустим нам интересно рассчитать для одного адреса сейчас сейчас появится да Хорошо. Нам нужно создать, допустим, для… здесь у нас пример магазина или развлекательный центр для детей, посчитать для него, допустим, фэн-сити, зону доступности. Зона доступности рассчитается либо на расстоянии по дорожной сети от вот здесь компонента компании Here, Nokia, либо по минутам расстояния от этого объекта. Можно рассчитать здесь это влияние трафика с учет пробок и с учет этого разного времени недели, что суббота допустимо, время, которое более интересное для детей допустимо. Можно изучать конкурента по фильтрам, так что также SQL-запрос, который мы сказали до этого, фильтровать статус объекта, только строящие, строящие там проекта, фильтровать также по размерам, нам нужно интересно только объекты, которые по размеру торгового зала не менее какой-нибудь показатель здесь. И тогда рассчитается для этого конкурентного объекта их показателя. Показатель – это оценка здесь зоны доступности. То, что мы называем зоной доступности, это вокруг одного объекта столько населения, столько конкурента, столько точки интереса, что находится вокруг этого объекта. Вот, сейчас потихоньку появится информация, так что в дизайн как бы мы построили того, что выходит новое конкурентное окно для этого здесь анализа, который здесь информирует все, что касается этого конкурентного выбора, так что переметы по времени, какой тип трафик, это вот фильтр, который мы выбрали, и внизу уже рассчитается показатель, который сейчас уже вот видно, рассчитали, это занимается там, ну, 15 секунд, сколько населения живет в этом зоне, сколько домохозяйства, зарплата, плотность, сколько активного населения по данным мобильным операторам, то есть здесь рандомные данные для демонстрации, сколько конкурентов здесь в следственном зоне, сколько стоимость жилья для этого зоны, наличие точки интереса, допустим, из компонента дубля ГИСа, наличие вот информации по стоимости и движимости вокруг этого зоны, если что-то есть, которое торгуется, которое можно также приобрести. Значит, отчет генерируется вот на очень быстро, его рассчитать сразу, он идет вот на принтер, в PDF или вот на принтер, и можно также, любой отчет, который мы там производили, можно поменяться условия здесь, выбрать, допустим, зону только пешеходнее, допустим, 20 минут, и пересчитать для него как бы новые показатели. Вот видите, так это все быстро пойдет, это вот у нас будет тогда КПИ построить доступность меньше 1 минуту, все расчеты, все как бы сложные расчеты, и я вам покажу вот следующий тип работы, и это будет уже конец, это вот часто по геоматриксам, когда вот речь идет о анализе здесь, это вот по геомаркетингу концепта зоны охвата. Зона охвата – это мы изучаем зону доступности одного объекта, как далеко люди живут, как далеко, допустим, находится конкуренция, и берем в счет влияние других конкурентов именно для объекта, который мы изучаем, с учетом разных показателей. Это может быть размер объекта, как больший он, это может быть, как привлекательнее он является по отношению к другим. Вот я пример покажу здесь. Если мы рассчитаем, допустим, объектом здесь по, допустим, объектом, который будет здесь, это 90 торговых метров, торговый зал, 90, изучаем здесь, насколько у нас в конкурентном зоне. Давайте я беру другую зону. Нам может быть более интересно рассчитать. Допустим, мы изучаем здесь влияние конкурентов на запад Москвы, допустим. Вот в этом зоне, видите, по экрану сейчас появится, находится N количества конкурентов. В каждом конкуренте, если вы кликнем на них, космик, допустим, а при ней как бы торговый зал, 30 саджа, есть там другой космик здесь, допустим, есть еще другие, там, Crazy Park здесь, по-разному здесь и так далее. И мы будем изучать здесь проекты, которые здесь находятся, которые есть там по размеру 9000, и для которых мы хотим понимать, какой доля рынка этого конкурентного объекта, который находится в центре, вот экран здесь, будет взят по отношению к его конкуренту. Так что сейчас появится на экран вот легенда, и будет рассчитать уже внизу здесь по икон, которая появится, будем рассчитаться долю этого места конкретно по отношению к его конкуренту. что здесь возьмет чуть-чуть больше времени, потому что идет конкретный расчет. Здесь тематика расчета, она идет, что мы изучаем вероятность того, что каждому микрозону, который находится в этом зоне, будет выбраться именно наше объект, как основное или дополнительное, вот или здесь там третье, по отношению ко всем другим. Так, оставим его посчитать пока. Вот, и как раз здесь вот интеграция вот этих разных API в картодебе, она как бы здесь интересна того, что как платформа на open source, вот это можно очень много гибких как бы данных и как бы разные сервис туда интегрироваться, для того, чтобы решать уже свои ведения и свои задачи. Потому что не все как бы там системы, которые вот были закрыты, дают такие возможности. К сожалению, вот он будет показан так, как происходит. Да, это час какой-то долго, наверное. Да, пока спрошу. Публикуете ли вы какие-то интересные факты или вообще у вас есть какой-то открытый блок, где, может быть, вы какие-то интересные там, ну, не кейсы, да, вот что-то интересное публикуете, паттерны, скорее даже, а не кейсы, то есть, да, вот, например, которые бы были доступны всем. Значит, есть как бы на сайтах, если вернусь вот на общие, много как бы там показали, допустим, предыдущие вебинары, как это работает с системой, какие там навыки тоже ставили здесь по, допустим, информации, как построено здесь этот вот слой там жилье, который здесь появится, допустим, здесь введение, да, в разные регионы, в разные регионы, там, города, Москвы, допустим, и здесь как построены, допустим, вот расчеты каждого дома по количеству этажа, по количеству населения. Это здесь как раз разный как бы там этап работы. Это все тоже связано здесь с Картодебе. Как раз построены, вот, как раз мини-инфографика, визуализация, которую можно повторить для любой регион города и который вот имеет связь между здесь, это конкретно вот одна карта, вторая карта, график, который построен на значении. Это очень легко, это можно создать тоже. Так что вот здесь, когда вот речь идет о какой-нибудь инфографике создания, это можно легко создать. Есть тоже примеры для слоев данных по здесь торговец центру, когда можно построить на базе Картодебе и дальше уже интеграция вот Java, некоторые вот библиотеки. Допустим, здесь у нас карта вот этих некоторых городов по России, да, и для каждого из них по расчету, сейчас просто вот здесь не все покажут, что-то с интернет сегодня. Покажут уже разные результаты по графу, конкретнее, и карта здесь может появиться, по вот этих разных, разные, конкретнее вот городов. Так что здесь такая демонстрация, которая можно использовать. Расчитал, правда, Расчитал здесь. Да, долго сейчас. И еще вопрос тогда про Источники данных. Откуда вы берете данные? Значит, тут есть разные как бы там источники. Первые, которые идут в расчеты, они связаны с демографическим показателем. Значит, это Госкомстата официально в каждом регионе покупаем тех данных. Это является Росреестром по границе. Это точки интереса, это по список конкурентов. Это официальные данные, это ритейлер, которые вот все их сайты, где мы берем эту всю информацию. Когда идет точки интереса, сейчас мы используем это служба Дублигиса. Дания по расчету, это расстояние, это здесь мы используем, это вот данные и системы, это here.com. Что еще у нас в системе? Вот, в основном, такие как бы там источники, такие решения используют. В основном, это открытые данные, которые где-то попросить, могут любой человек взять, только так же найти. Я бы сказал, нет. Это часто, это открытые данные, допустим, Росреестр, допустим. Вот у вас открытые данные, КПИ, да? Но границы, они не открыты, нужно их создать. Дублигис – это платные услуги, допустим. Here – это платные услуги тоже, да? Базда них – это конкурент, допустим, торговый центр, магазин и так далее. Это бесплатная информация, но чтобы создать, когда вот речь идет о все магазины, это про то, икия, супер, гипер по России, это примерно полтора-тистач, двух-тистач – это объекты. Вам нужно эти данные из каждого сайта собраться, дальше геокодировать, корректировать геокодирование, дальше нужно каждый квартал этих данных обновляться. Вот, поэтому это как бы источники, они могут быть бесплатны, вот, а когда речь идет о конкретном как раз поставлении данных уже формы и скорректировка этой проверки, это уже не бесплатно получается. А вот как построено обновление данных, это как-то автоматически, либо это просто, опять же, то есть… Смотря какие ресурсы, если мы говорим о ресурсах, официальных данных в «Госкомстатах», это каждый год приходится покупать этих данных у каждого региона, потому что много част данных это центральный офис «Госкомстат» не собирать, и мне интересно просто, что придется нам эти данные все собрать, вот, так что это нужно с каждого региона это общаться, это послать там факс, это имейль, это телефон, это когда они не знают, что такое имейл, это иногда интересно разговору. Вот, Росреестр публикуется на API постоянное обновление, допустим, но к каждому кварталу этих новых релизов выходит, Дублогист тоже каждый квартал свои релизы публикует, вот, и, вот сейчас, допустим, сейчас как раз были, наверное, какие-то проблемы с одного адреса, вот сейчас вы видите вот на экран на вот этот расчет за нахватом. У меня на экран видно, а у вас нет, очень интересно. Вот, вот здесь, вот то, что мы до этого там сказали, вот здесь, что мы видим здесь? Мы видим, как бы, там, зону доступности одного объекта, это вот синий, как бы, там, зону, которую видели, да, тут это зона 20 минут, вот, на транспорте. В этом зоне есть много маленьких, как бы, там, маленькие зоны, которые вот квадратики. Квадратики это примерно 5-гектарная зона. И для каждого из этих микрозон мы рассчитаем вероятность того, что одного жителя из двух зон по выборам объекта, который вот мы сейчас изучаем или построим, или все доступные объекты, которые находятся в том зоне, какой вероятность он будет выбрать именно это концепция по отношению к другим. Тогда это мы получаем информацию по какой процентов эффективности этого торгового, здесь это вот привыкательный, как называется, это entertainment center, это детский разговорный центр, какой процент настрения он заберет из потенциального жители, которые живут, 19% здесь он заберет, и по расчету показать цель, допустим, средняя покупка в год, средний чек по одному визиту, доля на средний, который покупается этим грунтоваром, можно рассчитать именно для этого зона годовой трафики и годовой оборот для этого места. Если здесь мы поменяем концепцию, берем это, допустим, объект, более мощный по концепциям, мы пересчитаем эти показатели, и в течение каждой минуты у нас будет новый расчет для того, чтобы выбраться, какая концепция либо по размеру, либо по индексу привлекательности будет более успешна, именно для этого места субсот, параметр, который выбрали. И параметр, можно много сценариев построить, выбраться именно те конкуренты, которые же открыты сегодня, либо выбрать те, которые сейчас еще строятся, или те, которые планируются. Построить сценарию базируется на расчет по времени в субботу без пробок, это будни с пробками и так далее, и так далее. И тогда можно, в принципе, разные сценарии построить и уже дать мощные инструменты для того, чтобы снизить риск для инвестиций в тот или другой проект по недвижимости. Вот сейчас пересчитать как бы новые концепции, можно вопрос еще задам? А вот все-таки кто на данный момент является основными клиентами Geomatrix? Кто им пользуется? Значит, сейчас у нас это больше ритейлер, который используется, сейчас меньше теперь нет дебилбер-торговый центр, потому что многие проекты у них это заморожение, и сейчас они пытаются выжить на то, что уже построено. И это также консультант торговой недвижимости, который использует техсистему для того, что они могли успешно консультировать своих клиентов и им дать как бы нужное решение, и нужный совет. Вот здесь, допустим, построили новый контент, да. А планируется ли вы как-то расширить аудиторию? Ну, в том смысле, что просто я смотрю, в принципе, очень много выводов и интересных паттернов можно найти с помощью Geomatrix. Вы как-то планируете это расширить на не ритейл, а на что-то другое? потому что реально, я даже смотрю со своей точки зрения, тут действительно с точки зрения развития общества и города очень много паттернов интересных. Сейчас мы пока первый шаг, который мы сделали для расширения направления, это служба Geomarket 15, которая также направлена на ритейлеров, но не на сетевых ритейлеров, а для ИП, для компаний, которые владеют одного или которые хотят открывать одного ресторана, одного магазина и так далее, и для которых нужно примерно те же расчета, но здесь дополнительный еще подсчет населения, трафик пешеходный, который проходит мимо. Эти услуги также представляем здесь не как абонемент, как решение Geomatrix работать, а на разовые услуги. Когда речь идет, мне нужно открываться рестораном в городе Владимира, я знаю, сколько я могу инвестировать, сколько у меня доступных денег или что из банка взято. Также я знаю сколько примерно размера помещений, которое мне нужно, а мне дальше нужно анализировать тот или другой локаций, который я могу приобрести, выбрать тот из них, который мне даст больше потока потенциальных клиентов, с учетом людей, которые постоянно живут и люди, которые живут, которые бывают в течение дня, которые там работают близко или которые учатся рядом, с учетом видеосъем, которые проводят. Так, а тут задали вопрос, а можно добавить свой алгоритм расчета, который будет использовать данные вашей системы или только те инструменты, которые предлагают вы сами? Значит, есть, как бы, мы, когда решили построить систему, у нас было первое введение, что система должна быть универсальна, универсальна в том плане, что если по рейтелям мы говорим, он может курировать любой тип рейтеля, от ТЦ до банковских отделений, до магазина, парикмонтеров, салоны, красоты, любой, в принципе, товар или услуги. И для того, чтобы оценить, когда мы говорим о оценке за нахват, можно рассчитать размером по как бы оценке по размеру объекта, допустим, если по торговой центру это общий размер здания, арендуемые помещения, либо это размер торговой зала. А для клиентов, которые имеют более грамотный подход к анализу конкурентов, также можно рассчитать на привлекательность объектов. И тогда наши клиенты заводят для каждого бренда конкретный скор, который будет здесь, допустим, 85%, все космик будет 80%, либо можно каждого магазина поставить. Так что если в одном часто мы даем уже скор приговорительность для каждого объекта, а для каждого объекта, который мы хотим построить, будем уже тестировать концепты, базируясь на этого конкретного скора. Так что здесь алгоритма расчета. В какой-то степени это можно поиграть здесь для того, чтобы свои тестировать разные концепты, и чтобы получить разные результаты. В целом как бы вот возможно ответы. Так какие-то еще вопросы? Я так понимаю, вы все рассказали, что вы хотели? Да, я думаю, что как раз на час уложили. Так, если кого-то вопрос, то задавайте, если нет, сейчас я еще парочку вопросов, у меня какие-то были. Просто я имею в виду, что да, вот понятно, что эта система направлена все-таки на бизнес и на ритейл, но я вижу очень огромный потенциал, использованный в разных даже гражданских приложениях. Единственное, что на каких условиях, понятно, что в точке зрения бизнеса может быть это не всегда интересно, но с точки зрения данных, то есть было бы интересно, например, если бы вы публиковали какие-то сопутствующие выводы, не раскрывая какой-то основной информации, какие-то закономерности, которые были бы интересны, например, действительно жителям Москвы. Действительно с помощью такого инструмента можно получать большое количество закономерностей просто даже тех людей, кто ходит в городе. Если не просто себе лимитировать в ритейля, я думаю, что в принципе здесь можно будет тестировать с партнер, который владеет большие сферы, когда у города есть необходимость построить новые школы или новые больницы, или новый административный стадион, что угодно здесь. И если у населения для выбора именно этих инфраструктур, они будут базироваться на как далеко он находится от места, где я живу, и насколько привлекательность или стоимость в этом услуге будет это важно также, да, тогда можно в принципе очень легко загружать в систему все, допустим, все больницы конкретнее города и уже тестировать какое место оптимальное для той или другой новой инфраструктуры и насколько они будут влиять на текущих объектов. Поэтому здесь ключевой вопрос, что если ответы на этот вопрос эти инфраструктуры городские, они люди будут и здесь мы говорим пользователь финальный клиент это как раз потребители, потребители услуги, товар или городских сервисов. Если речь идет о удаленности этого важного параметра и мы можем оценить каждого объекта как интересно или неинтересно по какой-то индексу или по какой-то скору, тогда систему очень легко можно использовать. Загружаем для стадиона новый слой конкурентов и по этим слой конкурентов будем считать такие же модели. Ну и последний вопрос, то есть вот у вас была карта, где вы показывали сотрудников в разных городах России, да? Собственно вот навыки пользования вот этой системы они вообще как бы такие тяжелые или все-таки более-менее листы человек. Да, здесь мы говорили сотрудники, которые проводят полевые замеры здесь, поэтому это не сотрудники, которые используют систему. То есть это те люди, кто собирает данные скорее, да? Да, да, да. То есть а вот сколько примерно человек у вас занимается именно анализом и построением вот такой системы? Человек пять. Человек пять, да, понятно. то есть ну вот вы говорили, да, что действительно надо иметь очень много таких разносторонних навыков, да, чтобы разбираться во всем этом. Ну, здесь есть как бы два разные этапа. Первый этап это создание баз данных в карту DB, вот, полигонально, вот здесь как бы там, или вот точки. Это в принципе карту очень просто. Здесь загружать данные, корректировать, посчитать это по SQL, это здесь очень просто. дальше, когда речь идет о интеграции специальных сайтов, которые здесь имеют уже доступ к открытию, либо ограниченные, вот, нужно все вопросы безопасности, нужно какие-то, вот, построить какие-то задачи, вот, тогда это уже нужна, ну, конкретнее, вот, служба и метод девлокера, которые в компании могут помочь, это уже решать те задачи, которые, которые, необходимы для того, чтобы создаться такие вещи, как GeoMatrix. И последний вопрос вот тут задают, в каких направлениях можно использовать эти инструменты, кроме ритейла и недвижимости? Ну, в принципе, я задавал вопрос, да, спрашивал, и существуют ли особенности работы в зависимости от направления, или эти инструменты универсальны? По идее, это как я говорил до этого, он универсальен, есть ли задачи, как бы, нуждаются для решения, куда мне, как физлицо, потребители в конце, да, куда мне ездить, идти, ходить, если есть выборы в разные, как раз, это вот, магазины, отделения, школы, и так далее, и смотря за их удаленность и их интерес по отношению к миру. Так что здесь мы начнем на ритейле, потому что нам это ближе, но я думаю, что можно, в принципе, любое, любое направление, здесь как раз, может быть интересно будет пообщаться с специалистом, может, городские, как бы, направления, или там, социальные инфраструктуры, которые необходимо развиваться, это в других городах такие, инфраструктура, чтобы создать для них мокритную модель, потому что система, если вернуться к типичным расчетам, расчетам, каждому наших клиенту, сейчас появится экран, каждому наших клиенту в систему заложить как бы три показателя, вот то, что сейчас синий как бы указано, в первый он укажет, как часто люди пользуются, такое, посещается именно этот магазин, ТЦ, либо посещают допустим музеи, либо посещают любую инфраструктуру, которая здесь нам интересна, потом мы говорим, сколько они тратят на каждого визита, визит больницы, визит музея, это сколько времени можно они потратить, тоже, можно говорить, не деньги, а время, и третий показатель, это какой процентов населения используется или покупается именно групп товара или услуга, поэтому можно подумать здесь о любой направлении, для которых можно двигаться, разные параметры использовать, они варьировались на каждого региона, на каждого формата, на каждого объекта здесь, и как мы дальше оценим уже конкуренцию, тот формат, который мы хотим развиваться, поэтому в принципе платформа как бы универсальная там планета. Ну да, ну то есть вот, не знаю, я как человек со стороны смотрю это на то, что вот с появлением такого инструмента мне кажется могут возникнуть вообще там совершенно другие пути анализа, вот просто инструмент сам по себе дает возможности делать какие-то вещи, которые раньше просто нельзя было сделать, потому что это было настолько сложно, что ну правда это просто было очень тяжело наверное осознать. Это долго, это просто сложно долго, и это у нас всегда такой вопрос, когда вот мы работали оффлайн, что чтобы создать вот этих допустим анализов нахвата, вот грамотные создатели, пришлось обычно от 2-3 недели, ну дни или недели, чтобы для каждого расчет сделать. Сейчас каждый расчет займется одну минуту, поэтому можно намного ускорить процесс, тестироваться для как бы компаний или госструктур, которые нуждаются что-то там планировать, разные гипотезы построить, и тогда уже принят решение для тех, которые максимально будут даст пользу для города, для жителей, для компаний. хорошо, в общем, большое спасибо за рассказ, потому что действительно было очень интересно, но сложно, но интересно, вот, значит, видеозапись будет, да, я просто пару слов скажу о нас, что наш сайт такой, а сайт Reels, вы видели, да, reels.ru, и там вы можете также найти всю информацию о том, что сегодня Арно рассказывал, и я думаю, что если нет вопросов, то в принципе мы можем заканчивать тогда, и еще раз большое спасибо вам, что поделились информацией, я думаю, что мы пообщаемся, как это все может использовать, и действительно интересно, что был создан такой инструмент, и вот правда здорово. Так что большое спасибо, и тогда все, да, прощаемся. Хорошо, хорошего дня, до свидания. До свидания.